Добрый день, дорогие друзья! Добрый день! Продолжаем изучать Тору. И все уроди мои в этом году это Лилу Нишама Борух Бен Авраам. Это ушел мой папа в лучший мир, как говорят, да? В мир истины. И значит сейчас вот ему там нужна духовная сила, потому что в жизни он, к сожалению, не успел много поучиться. И вот если рассмотреть жизнь с этой точки зрения, то человек тратит себя, ну все время он на чем-то думает, да? Как улучшить свою жизнь, как улучшить свои отношения, как улучшить свое здоровье, как вкуснее покушать, как больше поспать. Очень много занимается политикой. Сейчас вот, например, обсуждают, интересно, что, как, где, как будет и так далее. И так проходит его жизнь. То есть из третьей части жизни восемь часов ночью спишь, шестнадцать часов в день остается, да? Это занимаешься какими-то делами. И каждый выделяет на духовное для своей души, как бы, выполнение заповедей изучения Торы. Это как усиление своей души, одежда для души, можно так назвать. Заповеди Торы – это одежда для души. И как свою душу одеть в эти одежды, и как ее усилить, как ее снабдить вот этой силой духовной, да? Каждый сам выбирает, сколько он в этом мире, пока живо тело, сколько он уделяет внимания этому. Потом жизнь прерывается, и человек остановится, как бы он попадает в мир, то, что называется, в мир истины. Ему говорят, знаешь, как есть известная история, есть известная история про автобус с атеистами, была конференция атеистов, да, такие были, атеисты-безбожники. И они, значит, автобус их попал в аварию и упал в пропасть, и они все умерли. Их души поднимаются на суд, и ангелы спрашивают Бога, да? А с ними что делать? Они же в Бога не верили. Он говорит, ну, не верили, значит, скажите им, что меня нет, все. То есть, как вы хотели, так и есть. И они никуда дальше не пошли, просто исчезли. И если человек в течение жизни, он успевает все-таки прикрепиться к Богу, да, он, как прикрепляется к Богу? Он говорит, я верю, что есть Создатель, я верю, что есть моя душа, я верю, что есть Бог, Творец, Создатель мира, и я с ним связан. У меня есть эта связь. То есть, связь включается, когда человек говорит, у меня есть эта связь. И, как, знаете, есть такая очень простая метафора. Например, человек имеет гражданство какой-то страны. И он говорит, вы знаете, а я хочу стать гражданином другой страны. Ему говорят, хорошо, для того, чтобы стать гражданином какой-то страны, если ты не родился гражданином этой страны, ты должен сделать какие-то определенные действия. Иногда это прожить мне пять лет, может быть, там, вложить в нее деньги, какие-то инвестиции и так далее. И тогда мы тебе дадим паспорт этой страны. Он говорит, отлично, я очень хочу. А другой человек, он скажет, а вы знаете, у меня есть уже три паспорта. Ну, я вот как отказываются люди от американского гражданства, да. Этот отказался недавно, Тиньков, Тиньков, он отказался. Он говорит, я не хочу больше быть гражданином Америки, все, я отказываюсь. И он отказался. Точно так же связь со Всевышним. Человек может сказать, я хочу, я хочу соединиться со Всевышним, как получить паспорт в духовный мир, да. Хочу, то есть это получается только через соединение с Богом. Или он может сказать, я отказываюсь. Есть люди, которые, не дай Бог, да, они были верующими, соблюдающими. И потом они сказали, нет, вот теперь я хочу быть обезьяной. Все, отныне я обезьяна, говорит такой человек. Его выбор, свобода выбора. Хорошо, так поэтому те люди, которые выбрали Всевышнего уже в зрелом возрасте, да, называются те люди, которые, вот есть даже такой специальный термин в еврейском законе, что те евреи, которые, те евреи, которые, которые воспитывали в Советском Союзе, они называются, у них статус украденные дети, как Маугли, да, по-простому Маугли. То есть их воспитывала какая-то идеология, и это как волки, там, ребенка украли. Все, значит, они его воспитывают как волка. Вот, поэтому, лилу нишама борух бен Авраам, то есть, чтобы вот та Тора, которую мы изучали, чтобы она подняла, подняла его душу. Хорошо. Теперь, значит, сегодня нам Любович Стареба дает очень, в книге «Обретение неба на земле» дает нам очень хороший простой совет, как стать, как вот в этой жизни, да, в вот такой материальной, сложной, в материальной, сложной жизни, каким образом в материальной, сложной жизни присоединиться к небу и создать здесь рай. Вот смотрите, как получается. Значит, говорит Любович Стареба так, мир непредсказуем. Ну, понятно, понятно, сейчас это стало всем понятно, особенно после книги «Черный лебедь» Ниссима Талиба, который с экономической и философской точки зрения доказал, что все статистические расчеты и предположения, социологические и так далее, что все это просто, ну, для успокоения, то есть, жизнью управляет непредсказуемость. Но Рэбе это сказал давным-давно, он сказал, мир непредсказуем. «Детерминизм, учение о закономерности и причиной обусловленности всех событий и явлений есть не что иное, как искусственный пережиток XIX века». Значит, в XIX веке было и в психологии, например, были такие, XX это век, начало, середина, бихевиористы они назывались, направления. То есть, они утверждают, что все в этом мире механика такая, обусловленность, причинно-следственные связи и детерминизм, что все предопределено. Но, говорит Рэбе нам, все, что мы можем сказать, существуют некоторые не слишком строгие правила, по которым Бог обычно играет. Так он сформулировал общую глобальную систему мироздания. Просто и понятно. То есть, если я понимаю, что есть создатель мира, который создал этот мир по правилам, но он же играет и взаимодействует индивидуально с каждым. Личное проведение, да? Есть индивидуальное проведение. Есть общественное проведение, да? Мы знаем историю, что каждая страна, каждый народ накапливает количество грехов, заповедей. Есть такой командный зачет, да? Вот есть метафора командного зачета – Олимпиады. Да, доброе утро, Россия Васильевна. Метафора командного зачета – это Олимпиады. Вот собираются там одна страна, другая страна, и все сидят и как-то вот болеют за свои страны. Да, а чего вы болеете за свои страны? Какая вам разница, там, хоккеисты какие-то или лыжники? Они же все – это индивидуальные люди. Они, каждый тренируется, решает свои вопросы. Но вот есть у людей какая-то внутренняя связь со своей страной, со своими спортсменами, которые представляют эту страну, с флагом страны, с гимном страны, с народом страны, да? То есть эти связи внутренние, они есть. И вот бывает, что в духовном плане грехи какие-то, да, народа или наоборот заповеди глобальные народа, они дают благополучие этой стране или исчезновение. Мы знаем, что очень много стран, империи, которые были идолопоклонники, империи, которые шли против Всевышнего, они исчезали. На наших глазах, на наших глазах исчезла империя, которую называли, другие люди называли ее империей зла, Советский Союз. Это было антибожественное государство. Я вам скажу, что вот сейчас мы видим, сколько еще осталось таких антирелигиозных государств, которые отрицают Бога. Северная Корея, Китай, может быть, да, я не знаю, какая у них идеология там в Китае. Но я уверен, что мы буквально вот на нашей с вами памяти, при нашей жизни мы увидим исчезновение Северной Кореи. Каким образом это будет, непонятно. Но Северная Корея, если это антибезбожное государство, оно может исчезнуть. Это факт. Все, кто идут против Бога, все всегда исчезали. Хорошо. Теперь, значит, дальше. Сегодня у нас отрывок из недельной главы, как раз в ЭКГЛ, как собрался народ и решили вместе строить храм. Значит, я никому не даю оценок. Оценки давать нет никакого смысла, потому что... Кто я такой, чтобы кому-то давать оценки? Я просто... Мы изучаем, как работает мир, как Всевышний дал Моше Рабейну Тору, устройство мира. На этой Торе базируется и христианство базируется на Торе, и мусульманство базируется на Торе. То есть, на вере в единого Бога. И мы изучаем Тору. Мы изучаем вот в чистом виде, что Бог сказал Моше Рабейну, Моисею. И вот мы пытаемся понять, как и что он ему сказал, и как служить Всевышнему. Я еврей, мы идем по закону Моше, то, что мы получили в Торе. Вот мы идем по этому закону. Евреи должны все это соблюдать. Если вы не евреи, вам просто интересно, то велкам, можно тоже слушать и для себя что-то узнавать. Еще раз. Значит. И сказал Моисей, сынам Израиля. Ру, значит, посмотрите, он им сказал. Моше так им сказал. Смотрите, Бог позвал, призвал вот этого человека по имени Бецалель, сын Ури, сын Хура, из колена Иуда. И наполнил его, ваймалеу, то руах Элуим. Наполнил его дух Всесильного. Вот тут очень интересно. Еще раз. В Торе очень, знаете, есть такие направления. Называются они библейские критики. Они говорят, ну это же очевидно, что Тору писали разные люди. А что же вам так очевидно? Бог называется то четырехбуквенным именем Ашем, да, то, что называется Бог. То он называется Всесильный. Ну, конечно, это, значит, писали разные люди. Один называл его Богом, а второй называл его Всесильным. Ну, это такой бред вообще. То есть, ну это просто, знаете, такая выдумка, такое очевидно. И Тора, которую неизменно изучают уже 3333 года назад, дана Тора. И, конечно же, объясняется и понятно, что Бог, это творец мироздания, создатель. Всесильный, это само мироздание. То, что называют Вселенная, кстати, интересно, Вселенная, Всесильный, похоже на название. Все законы, которые действуют в этом мироздании физическом, это Всесильный. Собрание всех сил. Тот Бог-творец, Он создал мироздание. Из чего Он создал? Из себя же. Кто управляет мирозданием? Он же. Но есть Он творец, который всегда над мирозданием. И так как Он творец и создатель, то Он может это мироздание менять в тот момент, как Ему надо. То есть, если у вас есть с Ним контакт, как был у Авраама, например, контакт напрямую с Богом, то тогда Он может лично для человека чуть-чуть изменить законы природы. И Авраам в 100 лет Он родил ребенка. Ну и так далее. Поэтому Бог и Всесильный, это Он же, только разные Его проявления. Всесильный, это уже более материализованное Его проявление, которое мы легче воспринимаем. И здесь мы это видим. И возвал, значит, возвал Бог к этому Бицалелю. То есть, он как бы вот этот вот луч, да, божественный, на него посвятил. Ваималеуто руах Элуим. И наполнил его Дух Всесильного. А что значит Дух Всесильного? Чем он его наполнил? Бе-хахма, бе-твуна, убедаат. Он его наполнил божественным знанием. То есть, ему вдруг в голове, ему открылось все, как должно выглядеть, все эти предметы из этого храма передвижно. Все ему увиделось, да? Это как аксиомы. Он увидел это. Бе-твуна, твуна, это мы знаем, это логика. Сообразительность. То есть, есть люди, которые, они очень быстро делают причинно-следственные связи, выводят одно из другого. То есть, у них мозг работает очень быстро и логично, да? Это называется логика. Это свойство ума. И когда Всевышний посвятил на этого, значит, Бецалеля, Бецалеля он посвятил, то он его наполнил и божественным знанием, и сообразительностью. Убедаат. Что такое даат? Даат это восприятие мира. Вот каждый человек, кто наблюдал за собой, он наблюдал, что бывают разные состояния. Бывает, что у тебя восприятие мира очень четкое, такое прям прозрачное и мощное. То есть, ты находишься в состоянии, когда ты все помнишь, все, что тебе надо. У тебя такой мозг быстрый, он все цепляет. А бывает, что такой момент, когда, наявите, есть хорошее слово, мибульбаль. Мибульбаль – это когда у тебя все такими бульбуль в голове, да, такое, что ты что-то не вспоминаешь. У тебя, вот особенно, когда люди в стрессе там или не выспались, у них нет такого чистого восприятия. И Бог наполнил его знанием божественным, он его наполнил сообразительностью, и он ему дал такое чистое восприятие, такое прям high performance statement. Есть, когда мозг работает на высоких частотах, вот человек, например, он жонглирует шариками пятью, да, он в этот момент, он невероятно собранный. Вот Бог его наполнил этим состоянием. И, значит, убеколь млаха, и наполнил его всеми навыками. То есть, знаете, как есть станки с числовым программным управлением, есть станок, как сейчас эти есть принтеры, которые 3D, которые печатают разные штуки. Так он его сразу наполнил его тело, он умел и машину водить, и там писать, и отверткой работать, и танго танцевать. То есть, он его наполнил всеми, как запрограммировал тело, да, всеми видами млахот, всяким умением, которое необходимо ему для строительства этого передвижного храма. Хорошо. И, значит, он его наполнил, 32-ой отрывок, И он его наполнил еще навыками, как работать с золотом, с серебром и с медью. То есть, в наше время мы не умеем покаместь программировать людей на быстрое приобретение каких-то навыков, да. То есть, человеку для того, чтобы научиться что-то делать, ему нужно много раз повторить, ему должны показать, он должен понять. Потом он повторяет движение, повторяет, повторяет. И, например, после 30 уроков вождения, у него навык вождения автомобиля запрограммировался в его теле. Но Всевышний запрограммировал в Бицалеля Бен-Хура, он его, Бен-Ури Бен-Хура, он его запрограммировал, запрограммировал, в него внес все навыки, необходимые для строительства передвижного храма. И дальше идут какие навыки, и он его научился, и резьба по камню, резьба по дереву, всякие работы искусные он научил. Действительно, есть мастера, которые умеют что-то делать, есть люди, которые не умеют. Чтобы стать мастером, кому-то надо учиться долго, кто-то схватывает с первого раза. Но обычно, чтобы человеку достигнуть мастерства, нужно 10 тысяч часов. Но для Всевышнего он мог сжать 10 тысяч часов мастерства в 5 минут и запрограммировал его на строительство. И интересно, вот тут очень классно, 34-й отрывок, я вот только сейчас обратил на это внимание, раньше не обращал. Улиарот Натан Белебо. И он его научил обучать. Это удивительно, да? То есть, он ему дал дар обучения, чтобы он мог обучать других людей, значит, вот этим всем навыкам. У меня был дедушка, папа моего отца, Исаак, да, его звали. Он, значит, он был на обувной фабрике начальник учебного центра. То есть, он обучал людей профессии обувной фабрики, они делали там обувь, да? И навык обучать, это отдельный навык, который, я считаю, что он один из самых важных и наиболее ценных навыков. Потому что именно все, что мы сегодня умеем, благодаря тем людям, которые нас когда-то обучали. Если у человека есть навык обучения, самообучения, тогда все остальное для него открыто. Все пути для него открыты. Кстати, я сейчас стартую вот как раз с Божьей помощью с этой недели. Проект будет у нас онлайн-школа «Жизнь по Торе». То есть, я хочу сделать курсы «Жизнь по Торе». И первый курс, который я туда поставлю с Божьей помощью, это будет курс «Мастер обучения». Когда-то я сделал курс «Как обучаться». Это просто такой профессиональный курс. И вот первый будет курс «Мастер обучения. Как обучаться». А дальше «Жизнь по Торе». Я хочу сделать много разных курсов, как соблюдать заповеди, как жить по Торе, как делать много курсов. Тоже в память это о Бору Бен Аврам, чтобы была ему на небе заслуга. Он меня побудил как раз начать следующий этап в развитии Ваикры. Чтобы вот сейчас мы учимся, мы слушаем, мы ознакомливаемся. Но для того, чтобы взять какую-то информацию и сделать ее своей, то, к сожалению, мы не можем, как Всевышний, программировать навыки в секунду, как он запрограммировал Бицалеля. Поэтому нам придется создать школу, школу, онлайн-школу, чтобы все, кто любят Ваикру, учатся на Ваикре, могли именно профессионально научиться соблюдать заповеди и так далее. Подождите, я пока, я буду, вот вы, если на уроки приходите, вы все узнаете. Только я сейчас это задумал, нарисовал. Теперь для того, чтобы воплотить замысел, нужно произвести множество действий. И в зависимости от скорости этих действий и от благословения, то скорость появления школы, она может быть от недели, двух недель до месяца, например. Да, с Божьей помощью я постараюсь, что максимум за месяц успеть. В общем, Бог наделил Бицалеля еще и навыком Леорот, да, Леорот это как навыком обучать, дал ему в сердце этот навык. И дал ему помощника, помощник его был, звали его Алияв бен Ахисамах Лематедан, дал ему помощника из колена Дана. И здесь интересная Раша Уснатора нам добавляет такой вот глубины информации. Так бы мы прочитали, ну а Алиавам его звали, ну сына Хисамаха, ну вот он из колена Дана, и что? А нам объясняет Уснатора, что колено Дана, это было из 12 колен, из 12 родов, которые были от Леи, да, Иуда, это был, это царское колено, род, из которого пошли цари. Значит, был колено Леви, это род священников. А колено Дана, это было от служанок, то есть было две жены, которые были в статусе служанки. И, значит, вот как раз, как раз Дан, он был из одного из низких колен. И, значит, это нам сказали, что Бог в том, что касается святых вещей сооружения Мишкана, Он уравнивает Бецалеля, который был из великого колена, из колена Иуды, с Даном, который был из самого низких колен. И, значит, как написано в книге Йов, что не отличает Бог вельможу перед бедняком, в служении Богу все равны. Есть очень интересно, что есть корона, есть три короны в Торе, да, есть корона, которая называется корона царская. Корона царская занята, она доступна только роду царя Давида. Те, кто из колена Иуды, из рода царя Давида, только они могут стать царями в Израиле. Есть корона священников. Корона священников – это из потомки Аарона, первосвященника, его сыновей. Только коины могут быть священниками в храме. Есть корона Торы. Корона Торы доступна каждому, и каждый может начать учить Тору. Самые великие мудрецы в еврейском народе часто были из тех, кто вообще бы принимали иудаизм и становились евреями. И они становились в Шмая, в Тальон, они были потомки геров. Это те люди, которые приняли иудаизм, и они были главные мудрецы в еврейском народе в своих поколениях. То есть корона Торы доступна всем. Даже тем, кто не родился евреем, а принял иудаизм, он может, изучив Тору и приняв Тору, он через Тору соединяется со Всевышним. Это называется корона Торы. А есть еще корона, там написано, одна корона выше всех, называется корона доброго имени. Хороший человек, добрый человек, тот, кого люди любят, это самое высшее звание по Торе, которое только может быть у человека, быть добрым, помогать людям, делать добро. Это высшая корона, которая, конечно же, доступна каждому. Все, дорогие друзья, значит, сегодня мы заканчиваем. Как мы уже в последнее время делаем, очень важная сгула. Если вам есть о чем помолиться, то вы напишите, о чем вы хотите помолиться. И прежде всего помолитесь за других людей, которые написали, чтобы Бог услышал их молитву. Есть такое средство, что если ты хочешь, чтобы твои молитвы принимались, молись за других. И поэтому я, так как я очень хочу, чтобы мои молитвы принимались, что все, кому нужно выздоровление, здоровье, сила, вам, вашим близким, чтобы Всевышний услышал ваши молитвы и дал здоровье всем, кто нуждается в выздоровлении, чтобы был мир и чтобы, не дай Бог, не началась война, чтобы те люди, которые раскручивают со всех сторон вот эти все, давай воевать, чтобы они, как сказать, чтобы их не послушали. Потому что война это страшно, война это страшно, это десятки тысяч погибших, убитых, их семьи, это страшно. Это страшно и какая бы ни была причина войны, причина войны, но война это всегда хуже, чем мир, чем договориться, чем каким-то образом найти какое-то решение, которое будет удовлетворять всех. Но война это страшно, поэтому чтобы был мир, чтобы был мир в душах, в семьях, между странами. В принципе, вот мне удивительно, каким образом, почему столько стран, например, в Европе живут с открытыми границами и не воюют друг с другом. Это очень меня всегда удивляло. Почему не боится Франция, Польша или там, ну вот все шинденские эти страны, почему они не боятся открывать границы, убрали, ездят друг с другом без виз, без ничего. И почему вот другие страны какие-то, да, они закрыты, они непонятно. В общем, чтобы была мудрость и мир у всех людей, которые принимают сейчас решения. И чтобы Всевышний, если это еще возможно, остановил все-все проблемы. Всем удачи, успехов и до завтра.